7 плюс 1. В Торонто сегодня стартовала встреча министров иностранных дел Большой Семерки. И впервые в истории она проходит с участием Украины. Что в центре внимания за переговорами в Канаде следит мой коллега Дмитрий Анопченко. От него узнаем все подробности. В любой другой стране мира саммит министров G7 стал бы стихийным бедствием для города, где его проводят. Перекрытые дороги, масштабные меры безопасности, но только не в Канаде. Начало официальной программы и машины участников встречи едут не в роскошный пятизвездочный отель, которых в Торонто хватает, а в этот скромный жилой квартал на севере города. Здесь совсем не чувствуется ритм мегаполиса. Еще не убрали снег у дверей и рождественские гирлянды с окон. Соседи все друг друга по именам знают. Это дама на крыльце, хозяйка дома и канадского саммита Христя Фриланд, глава канадской дипломатии. Коллега министров она решила подружески принять у себя. Живет скромно. Главе канадского МИД даже не целое здание, а всего полдома принадлежит. Места внутри немного. Вот дочерям Фриланд и приходится пить утренний кофе прямо на ступеньках, пока кухню зашла охрана проверить. Улицу не перекрывали. Соседи хозяйка лично предупредила, мол, будут высокие гости. Простите за беспокойство. В четверть десятого утра и на скромный завтрак, который министр сама готовила, начинают прибывать участники саммита. В этот день Большая Семерка становится Восьмеркой. Канада пригласила присоединиться к остальным участникам украинского министра Павла Климкина. Фриланд выходит встречать его на кольцо. Общий язык тоже искать не нужно. Он уже есть, украинский. За чаем, неформально. И прошла первая сессия саммита. Разговор об Украине. Это звучало абсолютно от всех министров. Что то, что Россия делает в Украине, это она делает не только против нас. Это агрессия не только против Украины, а также против всей демократической общины. То, что Россия делает в Украине, это, как бы мы говорим, полигон для подальшой дестабилизации також всего демократического суспильства. Поэтому все понимают, что сейчас и на предыдущих выборов в Украине будут подальше спробы дестабилизации. И с нами Великая Семка и демократическая спільнота обовязково будет у всех наших подальших заселениях. Климкин уверяет, с главными дипломатами Большой Семерки ему удалось обсудить многое. И финансовую поддержку Украины, и поддержку украинских реформ, и пути решения проблемы Донбасса, формат будущей миротворческой операции. Обговорючи формат миротворческой операции, все сказали, что логика, когда сначала достигается базовая безопасность, когда тяжелая оружие больше не работает под полным контролем, потом контроль над окупированной территорией, полицейский компонент, и только потом подготовка к выборам, это логика, которой мы должны руководить. Ситуация в Крыму и на Донбассе. Противодействие новому северному потоку. Все это Павел Климкин уже обсуждал и один на один. С его госсекретаря США Джоном Салливаном, коллегой министром из Германии, возможно еще встреча с главой британской дипломатией Борисом Джонсоном. Общих тем много, как много и точек соприкосновения. Но один момент тут считают самым важным, показательным. Когда министры Большой Семерки вышли, чтобы сделать то, что служба протокола называет family photo, их было уже не семеро. На этой общей семейной фотографии есть теперь и Украина. Из Торонто Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.